Торт творожный без выпекания Для приготовления первого слоя воздушного творожного торта возьмите одну упаковку песочного печенья, 120 граммов сливочного масла и 50 граммов грецких орехов. Для второго слоя вам понадобится полкило творога жирностью 9%, 300 миллилитров сливок самой высокой жирности, 20 граммов желатина, 150 миллилитров воды и 200 граммов сахара. Для третьего слоя возьмите любые свежие или замороженные ягоды с кислинкой, 300 граммов, 80 граммов сахара, 20 граммов желатина и 300 миллилитров воды. Этот десерт не требует выпекания, но и здесь есть несколько секретов. Как превратить творог в воздушный крем и когда добавлять желатин, чтобы он полностью растворился и не схватился комочками, смотрите уже скоро. Творожный торт. Что может быть полезнее творога? Кальций, который нужен обязательно молодым, обязательно просто молодым. Ну и, собственно, это вкусно. Взрослым. Взрослым, так скажем, взрослым. Даже взрослым немножечко полезнее. Даже взрослым немножечко полезнее. Так что мне сегодня достанется двойная порция этого необыкновенного чуда торта. А мы сначала сделаем корзинку, то есть нижний слой пирога из печенья. Для начала нам нужно измельчить печенье. Так. Можно его взбить блендером, а мы... Я тебе, Саша, покажу сейчас. Я вспомнил. Старый, добрый метод. Проверенный способ, конечно. Прям всю упаковку? Всю упаковку, да? Всю упаковку. А немного? А мы сейчас попробуем. Нужно выпустить лишний воздух, потому что лоб нет. Мы можем использовать, Наташа, к примеру, совершенно другое печенье. Шоколадное, к примеру, какое-то. Овсяное. Овсяное нет, но нам нужно обычное песочное печенье. Оно может быть шоколадным. А можно просто добавить какао. Почему именно печенье? Дело в том, что мы же будем делать этот пирог без выпечки. И печенье нам заменят фактически корзинку из песочного теста. Только мы сделаем ее более упрощенным способом. Мы измельчим печенье, которое затем смешаем со сливочным маслом, с грецкими орехами. Основу этого рецепта можно использовать даже для приготовления домашней шоколадной колбасы. Вот мы в детстве. Мама не делала? Нет, я никогда не слышал даже про шоколадную колбасу. Вот можно из рисок, можно вот такой вот. Мне кажется, у нас на самом деле все готово. У нас идеально все. Все у нас отлично получилось. И теперь масло. Прошу вас. А еще нам нужны грецкие орехи, которые нужно порубить. Послушайте, а почему мы грецкие орехи не можем растолочь так же в пакете, к примеру? Потому что если мы будем их толочь в пакете, мы же скалкой будем выдавливать из них масло. Это немножко другой продукт получится. Вот примерно. Но их надо обязательно пожарить перед этим. Можно сырые. Лучше, конечно, пожаренные. Но у нас жаренные. Граммов 50-70. Ну вот, Саша измельчил орехи. Что делаем дальше, Наталья? Орехи тоже добавляем в эту мисочку. Здесь, да? Да. И добавляем сюда масло. Оно должно быть мягким. Масло мы будем брать 120 грамм. Посмотрим, опять же, по плотности массы. Мы будем определять. Если будет нам мало, мы добавим. Она должна хорошо лепиться. Лепиться. Мы будем лепить сейчас ее в формочке. О, отлично. Да, какая должна быть все-таки вот эта консистенция? Она должна хорошо лепиться. Лепиться масло хорошо. Вот когда зажимаешь в руке, должна быть уже какая-то форма. Держать форму, да. Получается, как будто бы пластилин такой. Да. Вот у нас есть вот такая формочка разъемная. И мы сюда сейчас пергамент положим? Да, мы положим сюда пергамент. И затем вот эту массу мы равномерно распределяем. То есть мы лепим, вспоминаем детство, и лепим из нее пасочку. Ага. Дно и бортики. Толщина должна быть чуть меньше полсантиметра. Ну, чтобы все заполнить, наверное. Конечно. Все, что есть, все выкладываем, равномерно делаем. Но при этом ты должен понимать, что это должна быть та самая корзиночка, которая должна держать наш творожный торт. Саша, нужно так распределять, чтобы еще были бортики. А, и вверх мы должны это сделать? Конечно, мы еще делаем вверх. А-а-а, подождите. Мы делаем такую корзиночку. Смотрите, оно сверху не держится. Держится, держится. Хорошо так прижимай. И все держится. Точно потом не прилипнет нас к краям. Не прилипнет. У нас все застынет. Форму мы откроем. Так, смотрите, мы уже выложили корзинку потрясающую. Саша попытался, Наталья продолжила. Вот она так выглядит, эта корзинка. Это станет основой для того творожного торта. Что дальше с этой корзинкой делать? А мы ее поставим в холодильник, пусть она немножко застынет. Ага. Сколько по времени она должна застывать? До получаса. За это время мы успеем сделать творожный слой. Это творожно-сливочный слой, так называем? Да. Да. Нам нужно сварить сахарный сироп для этого десерта. 150 грамм воды. Песок. 200 грамм сахара. Так. И будем его доводить практически до состояния карамели. Нам нужно творог протереть через сито. Творог протирается через сито для того, чтобы он был, во-первых, еще воздушнее, еще нежнее, а потом протертый через сито творог лучше усваивается организм. А в нашем случае это еще будет однородная консистенция. Вот. Но мы можем еще и ускорить процесс. А как? А мы можем его перебить блендером. Он после блендера не превратится, к примеру, в сметану какую-нибудь такую? Нет. Хороший творог не превратится. И как его вы рекомендуете все-таки делать, как специалист? Через сито. Через сито. Значит, через сито. Продавливать? Да. Идем понемножку. Вот так. Это по чуть-чуть, да? Конечно. Саша, пока она занимается творогом, чем мы можем заняться? А мы в этот момент замочим желатин. Мы желатин сейчас будем замачивать как раз для слоя из творога. Для того, чтобы этот творог скрепить. Здесь будет не только творог, здесь будут еще сливки взбитые. Для того, чтобы получилось суфле. Вот такая масса. Ах, вот как. Нам на этот рецепт понадобится 20 грамм желатина. Так. Вот мы возьмем где-то 50 грамм воды. Вода. Обязательно холодная. Потому что если мы используем горячую, то что произойдет? Сварится желатин, схватится. А нам нужно, чтобы он разбух. Скажите, а блендер точно не стоит использовать в этой ситуации? Его можно использовать. Но ректор говорит, дави. Варится сироп, который уже кипит. Пойдемте посмотрим, кстати, да. Мы его варим до того момента, пока не появляются вот эти вот бульбушки. Он начнет менять цвет. Так. И появятся такие более бульбушки. Он желтеньким становится, да? Да, он станет желтеньким. Карамелизируется. Но, смотрите, мы довели до кипения. И, как заметил я, уменьшили огонь. Как все-таки человеку, который никогда с этим не сталкивался, понять, что вот тот самый момент, когда нужно прекратить варить сироп, и пора снимать его с огня. Как? Вот представьте себе самый жидкий мед. Так. Вот он должен быть такой консистенции. Можно по-другому попробовать. Я сейчас возьму холодной воды. Так, то что будет. И попробуем сделать... Катышек? Да. Вот сейчас я взял немножко на ложку этого сиропа. И вот мы капнем. Если там образуется катышек... Нет. Нет, видите? Он просто растворяется. Значит, пока еще не готов. Это самый простой способ. А там он должен капнуть, и он должен как бы сразу такой маленькой карамелькой образоваться. Вот наш сироп, он практически уже доварился. Мы проверим его. Вот. Его отлично видно, когда он капает. Вот такие. А, вот смотрите, такие шарики, да, у нас получается? Да, но это мягкие шарики. Как бы вот такие. А должны быть совсем жесткие шарики? Если будут жесткие, это уже будут конфеты. Смотрите, мы залили водой, а сейчас желатин превратился уже в такое... Конфитюр такой вот уже, смотрите. Разбухает. Да. Боюсь показаться навязчивым. А блендер все-таки это вот как бы не наша история, да? Нет. По крайней мере, не твоя. У тебя замечательно получается, Саша, не расстраивайся. Творог мы пропустили через сито. Сироп практически готов. Желатин, кстати, практически уже набух весь. Смотрите, он почти весь впитал воду. Наш сироп. Он немножко изменился в цвете. Вот такие много-много пузырьков. И в него мы можем сейчас добавить животин. Вот, смотрите, он же как однородная масса. Вот мы его. Сейчас волшебство начнется. Он растворится. Очень важно хорошо перемешивать, правда, Наталья? Да. Главное, чтобы он не кипел после этого. Сейчас мы будем взбивать сливки. Для взбивания нужно брать обязательно самую высокую жирность сливок. Это 30-36%. И они должны быть холодными. Обязательно. Сироп, который мы сварили, нам нужно остудить. Потому что очень важно, чтобы сироп и творожно-сливочное масло были примерно одной температуры. Да. Потому что желатин может преподнести большой сюрприз. Он застынет отдельно от массы. Сначала сливки. Сначала сливки. Да. 300-400 грамм. Смотрите, она становится больше, я понимаю, да? Она будет такое густое очень. Сливки главное не перебить, потому что из хороших сливок может получиться случайно сливочное масло. Да? Да. Как понять, когда нужно выключать блендер? Должны быть такие устойчивые пики. Смотрите. Устойчивые? Да. А вот они даже, видишь, на миксере устойчивые эти пики. Ой. И добавляем сюда творог. Нужно в процессе перемешивать? Да. Или нужно вначале добавить, а потом? Можно понемножку добавлять. Возбитый творог со стыльками мы можем добавить уже готовый и остывший до комнатной температуры сахарный сироп с желатином. Тонкой стройкой взбиваю до соединения массы. Она должна как-то загустеть вообще? Нет, она не загустеть. Загустеть она у нас в холодильнике. Вот такая вот готовая творожная масса. Сейчас мы возьмем нашу форму, которая застыла в холодильнике. Ага, Саша, где она? Достой. О, она очень хорошо охладилась. Более того, она вначале была такая очень жирная, и к ней невозможно было дотронуться. А сейчас она уже совсем в другой консистенции. Но тем не менее, Наташ, как проверить, что все-таки вот действительно нам вот это состояние застывшись те нужно этой корзинке? Только на ощупь. Вот она у нас застыла, хорошо держит форму. Ну, мне кажется, очень понятно на самом деле. А сейчас мы возьмем силиконовую лопатку. Зачем силиконовая? Не знаю. А мы выльем сюда всю массу. Я помогу. Вот так вот, да? Да, вот так вот. Мы его так. И опять ставим в холодильник охлаждаться. И опять ставим в холодильник охлаждаться. Насколько? Где-то на полчаса. Мы сделаем третий слой для нашего пирога. Из чего он будет состоять? А состоять он будет из ягод. Это фактически компот ягодный. Мы возьмем замороженную смородину. Сколько примерно? Где-то грамм по 150. Замороженную вишню. Очень важно, чтобы консервированная вишня была без косточек. Потому что чем дольше она хранится, там, в компоте или в варенье, эти косточки выдают яд. Да, синильную кислоту. И хранить можно не больше года. Серьезно? Серьезно. Я кушал такие. Воды, грамм 300. Кушал. Кушал. Ну ничего, Саш, ну один раз можно. Организм молодой, сильный. Лучше бы я это не знал. Ставим на огонь вариться. Нам нужно, чтобы масло закипело, а потом немножко убавить огонь. А это желатин. Он нам тоже потребуется. Обратите внимание, мы сейчас делаем желатин для третьего слоя нашего пирога, для этого ягодного желе. Вот у нас закипел наш компот. Мы немножко убавляем. И добавляем сахар. 100 грамм. А потом попробует Саша на свой вкус. И если ему мало, он добавит. Закипел компот. И можно добавлять желатин. Зазвукший уже. Так, держи. Добавляем прямо сюда. Ложкой размешиваем. По чуть-чуть или же сразу все можно добавлять? Можно сразу все. И теперь мы этот компот остудим до комнатной температуры. Ой, застынул у нас вот наверх-то. Отлично, можно попробовать. Отлично застыл. Отлично застыл. Да. Вот. И затем просто равномерно. Равномерно. Вот видишь, как он даже немножко застывает начал уже. Такое, как кисель больше. Да, как кисель. И мы равномерно распределяем. Вот мы. То есть мы это сейчас снова возвращаем в холодильник. Да. Аккуратно. И это практически готовый десерт. Еще где-то полчаса, час. Главное, вот когда заливаете, важно знать, что нижний слой обязательно застывший. Иначе, когда заливается верхний слой, нижний начинает смешиваться. Это не очень красиво. Вот все готово, Саша. Аккуратненько, нежно ставим в холодильник. И торт. Торт, который не выпекали мы, который просто отправляли в холодильник для того, чтобы он схватывался там и застывал. Застывал. И вот теперь, вот как раз тот самый случай, когда очень было важно, чтобы от формочки корзиночка наша вот эта вот отстала. Вы сказали, что необходимо будет провести ножом. Ножом тонким и острым. Тонким, длинным, острым ножом. Да, не толстым ножом. Очень нежно. Да, очень нежно, не резко. Офигеть. Потрясающе. И вот смотрите, необыкновенно, конечно, такой питательный обед, субботний такой. Все это можно растянуть на несколько дней, потому что можно приготовить какие-то гарниры. Это будет самостоятельными блюдами по отдельности.